Глава 31. Машиах бен Йосеф. Часть 2. Машиах бен Йосеф станет той искрой, которая разгорится и уничтожит Эсава. Танхума Ваешев 1. Цитата. Когда Яаков увидел глав племени Эсава, он испугался и спросил, кто сможет противостоять им. Комментарий. Чему это подобно? Большой караван верблюдов нагружен льном. И один купец спросил, где же можно хранить весь этот лен. Умный человек ответил ему, чему здесь удивляться? Одна искра из твоих мехов может сжечь весь этот лен. Так же и здесь, когда Яаков увидел Эсава и его глав, он испугался. Он спросил, кто может защитить меня от них? Бог ответил, твоя искра поглотит их. И это Йосеф. Как сказано, дом Якова станет огнем, дом Йосефа пламенем и дом Эсава соломой. И они вспыхнут в нем и пожрут его. И никого не останется в доме Эсава. Авадия. Стих 18. Поэтому сказано, Яков жил. Вот поколение Якова. Йосеф. Берешит 37.1.2. Конец цитаты. Наши мудрецы сообщают настоящее имя Машиаха бен Йосефа. Менахим бен Амиэль бен Йосеф. Они описывают жестокую битву между ним и народами. Вот что говорится в Перкей де Раби Элиезер, глава 19. И вознес ты, как рог единорога, рог мой. Таилин 92.11. Комментарий. Как у единорога рог выше, чем у любого другого животного, и он бодает влево и вправо, так же и рога Менахима бен Амиэля бен Йосефа выше, чем у любого другого животного, и он бодает к четырем ветрам. О нем Моше сказал. Его слава подобна первородному быку, его рога, рога единорога. Дворим 33.17. С ним мириады Эфраима и тысячи Менаши там же. Цари восстанут против него, чтобы убить его. Как сказано. Цари земли собрались. Таилин 2.2. И народ Израиля в земле Израиля будет в большой беде. Однако их беда будет для них, как оливковое масло. Как сказано. Я умощен свежим оливковым маслом. Там же 92.11. Кроме того, народ Израиля в земле Израиля увидит падение своих врагов. Там же стих 12. Конец цитаты. Как когда-то Моше вырос во дворце самого фараона, а затем вышел и поразил египтян. Мудрецы пишут. Танхума. Шмот 8. Фараон обнимал и целовал его. И Моше брал с его головы венец и бросал его, как он сделает впоследствии. Таким же образом Бог сказал Хираму. «Я вывел огонь из тебя, и он поглотил тебя» Ехэскель 28.18. «Дочь фараона растила того, кто со временем накажет ее отца и ее землю. Так же и Машиах, который в будущем накажет народы, вырастет с ними в их стране, как сказано. Там будет кормиться теленок, и там он будет лежать и есть его ветви». Ешэяу 27.10. В Танхума Тазрия 8.18. Гога и Магога постигнут такие беды, которые человечество еще не видывало. «Мудрецы учат». Брахот 13. «Не вспоминай о прошедшем, не раздумывай о старом, я сделаю нечто новое, теперь это произойдет». Ешэяу 43.18.19. Комментарий «Не вспоминай о прошедшем, это означает покорность народам, не раздумывай о старом, это означает исход из Египта, вот я сделаю нечто новое, теперь это произойдет». Раби Йосеф сказал, «Это означает войну Гога и Магога». С чем это можно сравнить? С человеком, который шел по дороге, встретил волка и спасся от него. Тогда он начнет рассказывать случай о волке. Затем он встретил льва и спасся. Следовательно, он будет рассказывать о льве. Затем он встретил змею и спасся. Он забыл о первых двух случаях и будет говорить о змее. Так же и с Израилем. Новые несчастья заставляют их забыть о старых. Конечно, даже избавление в свое время со всеми его ужасами закончится триумфальной победой Бога над врагами. Тогда весь мир увидит славу его царства. Танхума, Лех-Леха, 9. На Авраама напали четыре царя, и в будущем против Израиля тоже возмутятся все цари, как сказано. Почему возмущаются племена, а народы замышляют тщетное? Таилим 2, 1. Цари земли собрались. Правители совещаются против Господа и против его помазанника. Там же стих 2. В случае Авраама Бог вышел и сразился с его врагами, как сказано. Кто побудил от Востока того, который правду призвал в спутники себе, передал ему народы и покорил царей? Он обратит их в прах мечом своим, в солому развеянную луком своим. Бог сделает то же для своих детей в будущем, как сказано. И выйдет Господь и сразится с народами теми, как в день, когда сражался Он, в день битвы. Захария 14, 3. В Танхума Ваера 10 сказано. Бог сказал. В этом мире я наказал Египет десятью казнями, а в будущем я накажу Гога и Магога за тебя, как сказано. Я буду бороться с ним мором и кровью. Я пролью дождь на него, на его отряды и на многих людей с ним. Проливной дождь и великий град, огонь и серу. Ехэскель 38, 22. Конец цитаты. В Писик Тарабати 37 сказано. Я сильно возрадуюсь, сос асис. Ешаягу 61, 10. Комментарий. Почему слово «возрадуюсь» удвоено? Сос означает «эру Машиаха». Асис – конец Рима. «Моя душа будет радоваться в моем Боге» там же. Это означает «войну Гога и Магога». Конец цитаты. Действительно, в конце этого процесса Бог полностью разобьет народы, пришедшие с Гогом, и тогда явится Машиах бен Давид. Танхума, Ноах 19. Бог сказал. «В этом мире через злой позыв Мои творения разделились на несколько языков, но в будущем мире все будут стоять плечом к плечу, провозглашая Мое имя и служа Мне». Как сказано. «Ибо тогда изменю Я язык народов и сделаю его чистым, чтобы все призывали имя Господа, чтобы служили Ему единодушно». Цфания 3.9. Подчинение Израиля народам закончится, и Израиль будет служить Богу с радостью, как сказано. «Служите Господу с радостью». Таилим 10.2. «Однако народы будут служить Богу с трепетом. Так будет с народами мира. Что о них говорится? Зачем волнуются племена, а народы замышляют тщетное?» Там же 2.1. Вся эта глава относится к народам. О чем говорится в конце главы? «Служите Господу со страхом, радуйтесь с трепетом, служите в чистоте». Там же 2.11.12. «Однако что здесь говорится об Израиле? «Служите Господу с весельем, предстаньте перед Ним в радости». Там же 102. Та же самая глава 100 говорит об Израиле. В конце концов царь Давид написал ее для сопровождения жертвы благодарения. «Песнь благодарности» – так начинается она. «Там же 101».